Под руководством начальника главного управления Наримана Казимагамедова в селении Нечаевка Гизелёртовского района состоялось совещание по подведению итогов деятельности реагирующих подразделений ГУМЧС России по Республике Дагестан и МЧС Дагестана за 9 месяцев текущего года. Началось мероприятие со строевого смотр и проверки полевого лагеря, предназначенного для развертывания на месте чрезвычайной ситуации. Первым с докладом выступил заместитель начальника ГУМЧС России по Республике Дагестан Сабир Махмудов. Он сообщил, что за 9 месяцев 2023 года подразделениями пожарной охраны было осуществлено 20 367 выездов. Из них на тушение пожара 2652 выезда, на алькидацию ДТП 982, на проведение аварийно-спасательных работ 1628. Нужно отметить, что количество пожаров по повышенному рангу снизилось на 75%. Это обустроено тем, что проводимые гарнизонные мероприятия в едином формате дают свои положительные плоды. Кроме того, Махмудов также озвучил цифры спасения. Так, личным составом подразделений на пожарах было спасено 174 человека, а при ликвидации последствий ДТП 105 человек. Подобные результаты были достигнуты благодаря руководящему подразделению, которое занимается на совершенствовании оперативно-служебной деятельности. Начальник ЦУКС Магомед Рагим Тагибов также выступил с докладом по оперативному реагированию на пожары, происшествия и чрезвычайной ситуации. Он рассказал, что в целях повышения уровня подготовки должностных лиц, входящих в состав оперативной группы местного пожарного спасательного гарнизона, организация еженедельно проводит тренировки. Поддержал докладчика начальник главного управления Нариман Казимагомедов. Отчетный период прошел относительно спокойно, значительные меры снизились в количестве крупных пожаров. 14 августа текущего года на окраине города Махачкала в результате взрыва на автосервисе загорелась автозаправшая станция. Лишь состав главного управления МЧД Дагестана действовал в условиях с риском для жизни и здоровья. В результате грамотных действий нам удалось ликвидировать очаги пожара и не допустить повторного взрыва. В завершении мероприятия отличившихся сотрудников чрезвычайного ведомства наградили грамотами и медалями за отличное выполнение своих служебных обязанностей.